В последнее время все больше и больше людей говорят об экологии и о том, что надо уменьшить количество выбрасываемого мусора. И сейчас я хочу вам рассказать просто историю своей жизни о том, как это происходит в Германии. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. И сейчас я хочу вспомнить тот случай, который произошел вообще в прошлой жизни. Это было еще в те самые далекие времена, когда можно было путешествовать куда угодно, можно было просто сесть в машину и уехать к черту на кулички. И мы это делали регулярно в те самые далекие времена. И эти далекие времена были не так уж и далеко. Меньше года назад мы на машине были. Судьба нас завезла в Германию. Мы туда въехали из Дании. И на самой границе между Данией и Германией я отдал свою машину в ремонт. И мы там зависли на три дня. Мы ходили в городе, такой маленький город Фленсбург, там это земля... Забыл, как называется. Вот, не так важно. И, ну, когда мы уже, так сказать, ну, наконец машину нам починили на третий день, мы забежали в супермаркет и купить продуктов. И купили там вот такую сумку. Вы видите, она вот из такого материала. Панда нарисована там и так далее. И это произошло, ну, меньше года назад. То есть это было в конце августа где-то, в середине. И вчера только я вот, мы пользуемся этой сумкой, ходим, мы, так сказать, тоже сберегаем экологию. Вчера я выхожу из пятерочки, кстати, вот панда нарисована, все такое. И вчера я выхожу из пятерочки и вдруг решил почитать, а что же на ней написано через год. Вот, и посмотрите, sollte doch mal eine Таше капут геhen, kann sie jederzeit kostenlos gegen eine neue им ihren teilnehmenden ЭДЕКА-Маркт umgetauscht werden. Я офигел. Если в вашей сумке Таше капут геhen, придет капут, вы можете в любое время поменять ее на новую в соответствующем ЭДЕКА-Маркт, это, ну, сетевой как бы магазин типа нашей пятерочки, umgetauscht werden, поменять. Понимаете? Я такой, нифига себе. Вот, то есть, бесплатно. Она стоила где-то 0,99 евро. Вот. Декорфс, diese Таше, besteht aus, meint 80% recycling, материал und somit ressourcenschonender. Материал этой сумки изготовлен из практически 80% и также ресурсосберегающей. Danke und langen Lebensdauer können Sie immer wieder verwenden und helfen Sie, mit ressourcenschonend zu schonen. Благодаря тому, что вы пользуетесь вот такой сумкой, вы помогаете сберегать наши природные ресурсы. И вот, ну, мы знаем, что сейчас очень многие страны отказываются от пластиковых пакетов. Вот что нас ждет. Вот она вот такая сумочка. Нас ждет. Я думаю, что... Ну, мы такие сумочки уже встречали во многих странах Европы. Они этим пользуются, они многоразовые, и там запрещены пластиковые вот эти пакеты маечки полиэтиленовые, которые захламили вообще все. И не только в странах Европы. Например, мы в прошлой жизни до этого путешествовали, там, Грузия, Турция тоже на машине. И в Грузии как раз, вот, ну, там пакеты еще применяются, маечки, но уже принято постановление о том, что их отменят через какое-то время. То есть есть какой-то переходный период для того, чтобы отменить это дело. Ну, и то же самое, я думаю, ждет и нас с вами. Вот такая история. Вот. И да, уже давно в Европе применяют раздельный сбор мусора, особенно в Германии, там стоят эти цветные мусорные баки. В нашем городе уже тоже идет раздельный сбор мусора. Ну, за экологию, друзья мои, за все прочее. И внимательно наблюдаем за акциями, потому что акции различных компаний, которые занимаются экологией, тоже будут расти. За этим будущее, поэтому тоже смотрим внимательно, что развивается, а что нет. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи.